Сунити говорит, что я говорю только читатель, да, я вам служу, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас есть чем поделиться, прям перебивайте меня, да, и делитесь своими чувствами, я, говорит, только ваш читатель. О, Ширадика, услышу ли то, как ты говоришь, Кришне? О, знаток морали, саркастически говоришь, не подходи. И увижу ли я, как ты ударишь его ладонь перед тем, как выбежать из кунжа, а также твои гневные жалобы подругам? Ты будешь гневно жаловаться подругам со слезами на глазах, на то, что увидела свое собственное отражение каменника уступка на груди своего возлюбленного. Ты ошибочно приняла это отражение за другую девушку, хотя ты сама только что встречалась с ним во время вашего праздника любви. Нити говорит, смотрите, в одном предложении целая лила развернулась, я сейчас еще раз прочту. О, Ширадики, will I hear you tell, Кришна, о, knower of morality, stay away, and see you slap his hand before you go out of the kунж and angrily lament to your girlfriends with tear-filled eyes that you saw your own sweet form reflected in the kaustuva gem on your lover's chest and you thought it was some other girl, although you just met him during your festival of love. О, Шри Радика, услышу ли я то, как ты говоришь Кришне о знаток морали, ты говоришь ему саркастически, не подходи, и увижу ли я, как ты ударишь его ладонь перед тем, как выбежать из кунжи, а также твои гневные жалобы подругам с глазами полными слез на то, что ты увидела свое собственное отражение камника устуха на груди своего возлюбленного и ошибочно приняла его за другую девушку, хотя ты сама только что встречалась с ним во время вашего праздника любви. Шри Радика's loving delusion и комментарий называется любовное заблуждение Шри Радики. Шри Кришна's illusion is gone when Radhika smiles at him and he understands now that he mistook his own reflection on her shining breasts for some other boys. Иллюзия Шри Кришна исчезла, когда Radhika улыбнулась на его слова. Тогда он понял, что принял свое отражение в двух ее сияющих грудях за двух крупных юношей. Now he continues his job of redressing and ornamenting Shri Mati. Сейчас он продолжил одевать и упрощать Шри Матю. Just then the Sakis entered the kunsh laughing and making great waves on the ocean of the divine couple's sweetness. Как раз тогда кунжу вошли, смеясь и создавая большие волны в океане сладостей божественной четыре подруги Саки. The maidservant sees it all as a great festival of Rasa. И служанка наблюдает за всем этим великим праздником Rasa. You cannot make a festival with just one or two people. More people are required and the Sakis help to complete that festival. Вы не можете устроить праздник со всего лишь одним или двумя людьми. Необходимо больше людей. Исаки помогают в совершенствовании этого праздника. I will speak in Russian and Gavinda Makhine will translate. Недавно приехало много преданных из Эквадора. Группа преданных приехала большая. Вчера ночью приехало 12 преданных из Японии. Еще, в общем, тут сейчас полно народу. Радачаран Прабху, he's saying that recently came many devotees from different countries. From Ecuador came some group and 12 devotees came from Japan. And he's saying that I've noticed that Kirtan and while giving Prashadam the ecstasy of devotional mood is like rising rose. То есть настроение праздника усиливается, увеличивается. And the mood of this festival is also rising with the coming of these devotions. То есть даже на уровне Sada Kadehi вот это правило, то есть вот это вот то, что здесь описано, действует. So we can see that this rule of festival that more people, more mood. So it's also in this material world is like effective. But you are not in the material world. You are in Vrindavan. No, it was like it was I was mentioning he was not saying material, sorry. He was saying that this rule is going on. It applies also everywhere. And especially in Vrindavan shortly before the full moon. Now the moon is just almost full and it's Shadatponima. So the Rasa dance is just ahead. And Suniti говорит, что да, праздник увеличивается. И у вас он увеличивается, что у вас там нематериальное место, это Vrindavan. и вы все чувствуете, как вот оно приближается, это Vrindavan, 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 и все это чувствуют. И настроение праздника, оно само собой достигает уже пика, ждёт этой полной Vrindavan. Я говорил о уровне Саддакадехи. И сейчас вот действительно в связи с приближением Пурнимы, которое будет завтра, Шилгурдеф волнуется. Сегодня утром он спросил, как там погода, дождь? Я говорю, да, дождь. Другие приеды говорят, дождь. Он говорит, а что будет завтра? Я не знаю, что будет завтра. Он волнуется, потому что завтра будет праздник, все готовятся. Прадача Ран is saying that I'm speaking of Саддакадеха mood. Yes, that this mood in Саддакадеха we can feel also. And he's saying that Gurudev is worrying about the weather. So now he's sick and he's asking, what's the weather like today outside? And devotees, they're saying, oh, it's raining. And he's like worrying. And what will be tomorrow? And they don't know what will be tomorrow, but he's worrying because the next day will be a great festival, Purнима festival. So he's worrying about the weather. It should be always warm and clear so that the dance can go on. But they will also dance in the rain, I'm sure. Сунити говорит, что да, для праздника Purнима, конечно, лучше бы, чтобы была ясная погода, но если даже это будет танец под дождем, все равно он состоится, это будет прекрасно. Поэтому без саки игры Радхи и Мохана не будут полны и совершенны. Они расширяют эти игры и делают их еще более приятными. Смех и шутки саки заставляют Божественную Четку возжелать еще раз совершить любовные игры. Мы недавно читали с Гауравани, это Гауравани Белзум по Читанию Чиритам Рай Романда Санват восьмая голова Мадья Лива. Рада Чаран is saying that recently we have read with Гауравани Прабху Читание Чиритам Рита Мадья В русском переводе тут не видно какой-то стих из Читания Чиритам Риты, но очень похоже на то, что мы читали. И там в комментариях Шил Прабху объясняя вот эти слова из его комментария понятно, что не только саки такие как Лолита Вишака, но без Манджари невозможно расширение праздника. И вот здесь мы не можем видеть какие-то стихи из Читания Чиритам Рита, но кажется это стихи стихи мы читали с Гауравани и там Шила Прабхупада в комментариях он говорит что не только саки они используют и делают это муду фестиваль о муту любовь но и Манджари тоже Yes it seems like they are transcendentally inspiring each other by their jokes it's not like we know it here on this planet their jokes are often painful but their jokes are for increasing love И Сунити говорит что шутки они призваны увеличить любовь мы в нашем материальном мире часто можем видеть что шутки бывают такими саркастическими злыми они призваны человека задеть но в духовном мире шутки они шутки саки они только вдохновляют божественную честь So that's why Ananda Das Babaji says that they expand the past times and they make them relishable and they make Radha and Mohan eager to become again one They вдохновляют Radha и Mohan вновь соединиться в одной The Sakis understand that and discreetly leave the kunj Isaki понимает что божественная чета желает еще раз совершить любовные игры и по отдельности они покидают But right in the beginning of their love play Swamini sees her own sweet form reflected in the glittering costuba gem of Mohan's chest Но как раз в начале любовной игры Swamini замечают свою собственную форму отраженную блестающим камни Каустуха висящим на груди Кришны And she becomes angry and upset thinking it to be another girl sporting with Mohan И тогда Radha начинает гневаться и расстраиваться думая что это другая девушка играет с Mohan Mohan very disappointed that Swamini rejects him right at the beginning of the love play holds his hand on her body and asks her why she is angry with him Mohan обескуражен тем что Swamini отвергла его в самом начале любовной игры Он держит свою ладонь на ее теле и спрашивает о причине ее гнева но Swamini angrily pushes his hand away and says о knower of morality don't try to flatter me just find your own enjoyment Svamini and she goes out of the kunch to meet her girlfriends and she st st to присо to his hand the maid servant understands everything and laughs within herself Служанка понимает все и про себя посмеивается Подруги Сакхи удивлены видеть как Шимати выбежала из кунжи в самом начале любовного праздника поэтому они ее спрашивают и они ее спрашивают почему она так разгневалась Глазами полными слез Шимати говорит ему подруги этот царь распутника поднимает другую девушку прямо передо мной Кто может вывести Сакхи мы думаем что тебя ударила волна потому что когда Кришна is seeing his reflection in the mirrors of her breast he confessed who is this girl who is this girl reflected in this mirror of this Kostuba gem я вот по-русски я вот по-русски сейчас переведу что это такая удивительная какая-то мистерия вот этих отражений иллюзии как бы игра продолжается то есть сначала у Кришны было такое погружение в себя через отражение в ее груди а теперь Радика испытывает то же самое я вот еще тогда вспомнила стих где Кришна но он глядя в глаза Радики он Радике говорил что я не настоящий Кришна вот этот вот что я настоящий вот отражаюсь в твоих глазах то есть вот он я там настоящий что уж говорить если он видит отражение в ее груди то есть он действительно познает себя да как-то Дамодар Прабуна говорит что он себя познает вот это отражение это он настоящий он себя вот через это познает то кто тогда та девушка, которая отражается в камне Каустуха на груди Кришны? То есть что Радика? Как она себя поздравила? То есть кто это? Кто отразился? То есть это настоящая Радика там? Или настоящая Радика — это всё-таки та, которая присутствовала с ним рядом? Такой вот вопрос сложный, не знаю, какой. Для неё это тоже вопрос. Для неё это тоже вопрос. For her it's also a question, Намодар Прабулсуни. Она тоже не знает ответа. And she doesn't know who is real also. Потому что её отражение, оно имеет те же характеристики, что и она сама. Оно живое. Это нематериальное отражение. Потому что она взволнована. Она потеряла себя. Где я? Кто эта девушка? А кто я? Удивительно, 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 удивительно. И это прекрасно, что ответа нет. И ответа не должно быть. Раса, в отличие от гьяны, недовольствуется ответом. Раса, захвачена чувством. Раса, захвачена чувством. Чувством поддерживается и увеличивает чувства. Раса is born from a feeling and it is sustained by this feeling and it is growing by the feeling. Поэтому здесь ответа нет и не будет. So there is no answer to this question and there can't be any answer to this question. И Радика каждый раз будет видеть это отражение и каждый раз будет взволнована. And every time Радика will see this reflection and each time she will be like excited. The same feelings she will feel of excitement, of bewilderment. Потому что она не знает себя. Because she doesn't know herself. Она не знает глубину своих чувств. She doesn't know the depth of her feelings. Она в процессе. She is always in process. И всё, что мы видим вокруг, есть результат этого процесса. And all we can witness around is the result of this process of her understanding of herself. Рады, Рады. Рада Чаран, говорит Сунити, если ты выбрал этот стиль, значит у тебя какие-то были, что-то ты хотел выразить? Стих выбрал Рада Говинда, не я. Шилгурдев утвердил, он сказал, да, это хороший стих, мы просто следуем. Если Рада Говинда здесь, пожалуйста, тоже поделись, скажи, что ты чувствуешь. Рада Говинда праву, ну где, уходите. Ну, он тоже, конечно, в какой-то иллюзии сейчас, может быть, из-за стихов. Я хочу добавить, что он тоже, наверное, сейчас облачен этой иллюзорностью, которой пропитаны эти стихи, он тоже забыл. Для меня, лично, в моих бхакти-вторах, я всегда пытаюсь... It's a process to come out of my human understanding to my transcendental, you know, siddha-deha understanding. And that is very helpful when you help me with that. Извинитель говорит, что для меня тоже это всегда процесс, когда мы читаем стих, выйти из вот этого понимания умственного, да, siddha-deha, войти в понимание siddha-deha, и вы мне в этом всегда помогаете. И она говорит, что в течение дня, да, мы должны постигать смысл, да, думать, размышлять об этом и понимать, что трансцендентная раса — она человеческой расы. Когда в нашем материальном мире приходят какие-то беспокойства, мы думаем, ой, почему это все меня беспокоит? Это, ну, вызывает вкуса в этом нет, вызывает только отрицательность. Но когда Рада и Моханн meet, и тогда Гурдива всегда говорит, что когда эти вещи происходят, как Шимати Радхика видит свою рефлекцию и становится angry, то есть, что есть сладость и сладость на их раса. Это экстра листья, что они любят, что Моханн, он любит, потому что Шимати Радхика хочет он любит его, и он любит его, и он любит его. Ну, когда в играх Радхики и Кришна возникают всяческие препятствия, непонимания, беспокойства, нужно, Гурдив наш объясняет, что это как соль, перец и другие специи, которые нужны для того, чтобы Кришне было вкуснее, чтобы их лилы были наполнены вкусом. Поэтому все это необходимо, и все это увеличивает вкус, все это позитивно. И Радхика нужно понимать, что Радхика — это сердце Радхики. Она сама устраивает все эти препятствия, пороги, любовные реки для того, чтобы они могли наслаждаться больше. And then to reach the highest, highest level, there will always be some unexpected things happening, unexpected ecstasies are coming about. Like when Krishna saw his reflection in the two breasts of Śимати Радхика, like last week, he came into Gopibhav and he said, И все, что происходит во Вриндаване, в Лилах, все это призвано увеличить настроение, все эти запутанности, игры. И они впадают в иллюзию, но это только их увеличивает настроение. Посмотрите, как было удивительно, когда Кришна увидел свое отражение груди Шимати Радики, и он вдруг принял настроение Гопи и сказал, ой, я хочу стать, сделай меня своей подругой, посмотри, какие там прекрасные юноши. But Шимати Радика now becomes angry, and she says, you can find your own enjoyment. Yeah, go ahead, go with this girl. And she tries to find shelter in her girlfriends, that we see how close they are, they are not different from each other in a way. Посмотрите, тут же Радика буквально, тут же она впадает в ту же, входит в ту же игру, в ту же иллюзию, где она видит другую девушку, и она говорит, о, ты вообще о морали ничего не знаешь, иди развлекайся с этой девушкой, если ты хочешь. И она принимает прибежище у своих, да, и утешение у своих подруг. Она принимает прибежище и утешение силу своих подруг, и она, Кришна говорит, нет, нет, все, иди с ней, развлекайся. Кришна остался грустно сидеть, абсолютно обескураженный. Почему же его возлюбленная и она ложно обвинила его, еще и назвала таким, да, аморальным распутником, хотя он ничего не делал. И что она тем самым делает? Она увеличивает его жажду и последующее его наслаждение, потому что она ему говорит, нет, 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 со мной так нельзя, нельзя воспринимать, то есть меня так дешево не возьмешь, да, это так вот, я как бы, да, себя ценю, поэтому ты аморальный, и я с тобой ничего не хочу иметь вообще. Мне нравится, как Радика советуется с подругами, потому что, по сути, вот эти подруги, цаки, они являются защитницами кунжа. Когда они говорят, что ты можешь вернуться, то она вернулась, и тогда атмосфера даже увеличилась, и когда подруги говорят Радике, возвращайся назад, они убеждают, Радика их слушается, возвращается. в то время, как Кришна, он, да, он начал скучать, его жажда увеличилась, и поэтому их встреча стала слаще, потому что Радика в этом состоянии, да, как поглощённая, да, иллюзией, забытья, да, а у Кришна он более жаждущий стал. Хочу тоже добавить по поводу препятствий, которые возникают во встречах Рады и Кришны. Шудрана Гасамна Харача говорил, что, опираясь на слова Рупа Гасами, что для любви не существует препятствий, для премы, имеется в виду премы, для премы не существует препятствий. Это сильнейшее чувство, и все остальные чувства, с которыми мы имеем дело даже в материальном мире, они все исходят из премы. Препятствия — это тоже чувство, это не просто какой-то там предмет или человек, это тоже чувство. И потом, как для льва не существует препятствий в джунглях, любое живое другое существо для него не препятствие, это его пища. Он может съесть и стать сильнее. Точно так же и для премы, это настолько сильное чувство, что любое другое чувство, которое пытается встать на пауки, это премы, сделает только прему сильнее. And Radha Charan Prabhu, he's adding that Shila Narayana Maharaj, also he was saying that these obstacles, they're making lilas more sweet and more strong because for prema, there is no obstacle. And each obstacle makes prema more strong. Like for lion, there is no obstacles. And each obstacle for him is a food to make him more strong and more like ferocious, more fast. So these obstacles make lilas more sweet and prema more strong. Препятствия — это тоже те же чувства. Это другие чувства. Но так как према порождает все чувства, то любое препятствие в форме чувства оно всегда будет слабее. И поэтому оно будет лишь служить преме и усиливать её. Поэтому они не могут быть по-настоящему препятствием. Они сделают према только сильнее, а не её пища, как для льва, а других животных. Он говорит, что obstacles не могут быть большим, чем према, потому что они берут их према. Поэтому эти obstacles are like food для према быть большим и сильнее. Да, очень хорошо. Здорово. Это Шила Нарайна, Махарадж? Да, Шила Гурадев это говорил? Это была the worst explanation of Шила Нарайна в испанной. Хорошо. Шила Гурадев на системе ваун. Шила Гурадев Махарадж? Да. очень крутит, шила Гурадев и очень жил. И Сунити говорит, что да, я согласна, замечательно, да, это концепция, и я говорю, даже в своей обычной жизни вижу препятствия как то, что делает меня сильнее, более жаждущей, да, более устремленной, то есть это не то, что деморализует и нас побеждает. И я принимаю все препятствия в своей жизни как послание от Шимати Радики, то, что сделает нас, заставит нас расти, вырасти, поможет нам вырасти и стать более любящими, более жаждущими, более устремленными. At least that is what is helping me to always be in faith, because sometimes also in this life we have many obstacles or we have many tribulations, and as a human, because we are weak, I have a tendency to sometimes see it as negative. Потому что все мы живем в турбулентности, да, всегда у нас полно материальной жизни разных происшествий, и мы можем поддаться какой-то вот этой слабости, увидеть все эти препятствия, да, так называемые, как негатив, да, но на самом деле это не так. But now I'm learning, with the help of Gurdiv and all my friends, that these obstacles, they can be good for me to grow. They are helpful, although I don't like them so much, not as much as it is explained here. Видите, говори, что, конечно, говорит, никто из нас не любит эти препятствия, эти проблемы, да, турбулентности все эти, но что делать, да, если мы будем их принимать как то, что нас растит, да, послание от, да, от Радики, то это будет совсем по-другому переживаться, и мы не будем поддаваться этой человеческой слабости, да, вскатываясь в негатив. I'll body to the obstacle, sometimes. I can, rade, rade, Vand derat, I listen to you in the back and well I can feel that obstacles are necessary also to, because it's a test. И Гаурасундра всех поприветствовала, говорит, я вас слушал, да, что вы обсуждали. Мне тоже кажется, что да, препятствие — это как некая проверка для всех, для нас. И эта проверка готовы ли мы к служению уже на следующем этапе? Is it only a daytime fire, what we are doing? Or are we serious to give up all and everything to that service we are looking for? Или мы серьезны, и мы готовы все отдать ради того служения, которое жаждет наше сердце? Жизнь — это такое временное событие. Но следующий уровень — это тот уровень вечности. Готовы ли мы к этому уровню вечности? Серьезны ли мы и жаждем ли мы действительно к этому служению вечности? Для нас тоже такое время проверки. Если мы не готовы, то для нас служение — это будет тоже препятствием, то есть помехой. И вот это уже препятствие, такое восприятие, да, служение. И в таком состоянии очень легко оставить свои усилия, духовные усилия, да, под гнетом этих препятствий. В этом все препятствия мы принимаем как возможность перейти на следующий уровень, найти, да, в себе что-то раскрыть новое, и для того, чтобы подняться выше. Then we can go for eternity in a spiritual body, in a spiritual service, and fix really for eternal everything. Мы сможем подняться в эту вечность, да, уже стремиться, да, устремиться туда, зафиксироваться там, постараться думать туда. Я тоже хочу немножко про препятствия сказать, про то, что сейчас говорил Горасундар, как они расширяют желание, когда душа удерживается от той сладости, которой стремится. Радачи Ран is saying that I also want to speak about obstacles, what I've said just right now Горасундара Прабху, how obstacles, they are... как препятствия удерживают душу от... как препятствия служат причиной разжигания, жажды. How the obstacles are the reason of making thirst more strong. То, что я сейчас расскажу, это не советы, не рекомендации для Викторини, просто так у меня здесь получилось. What I will say right now, it's not an advice, I'm just sharing how it was with me. It's my personal story, so it's not an advice, it's not an instruction, I'm just sharing. Но в то же самое время, как раз я увидел, как это работает в моем случае. Как препятствие к соприкоснению с Божественным становится причиной разжигания еще больше жажды получить Божественное. It worked with me. It was my personal story, how the obstacle made me more thirsty to attain this Divine. Как я могу соприкоснуться с Божественным? Через Гайатри, который мне дал Городев, через повторение Харинамы, через слушание Харикадхи, через Аарати. Как я могу соприкоснуться с Божественным? Как я могу соприкоснуться с Божьем Харикадхи, через Гайатри, который мне дал Городев, через Аарати и также. Я пытался вспомнить те желания, которые к Городев мне в отношениях сказал, какое служение и как я должен здесь выполнять. И так получилось, что у меня оказалось уже не столько, что я не мог толком не повторять ни Гайатри, ни Джапу. Я имею в виду, что когда мы говорим о этих обстаках, это означает только для людей на спиртлой способе, которые мы сейчас сейчас говорим о этих обстаках. Гаурасундара говорит, что те препятствия, про которые мы говорим, это препятствия людей на духовном пути. Потому что другие препятствия обычно являются препятствиями, вызванными вследствие наших кармических реакций. Да, верно. Я не знаю. Некоторые, которые принимают обстаках, и все эти, вы знаете, negative things of life, как кармик, и другие, которые принимают радикосы, как любовь, acceptance, humbleness, и все эти вещи. So, I think it depends on some relationship, who is, it's like personal thing, how you are taking these things, which are happening with you, this negative, as a lesson of love, humbleness, and all these things, or is just an reaction. So, everyone is judging himself what he is, I don't know. Я с Гаура Сундара, Прагу сказал, задал вопрос, и я говорю, что все по-разному воспринимают, кто-то воспринимает этот негатив и какие-то ситуации, препятствия, плохие ситуации, как свои собственные результаты, свои собственные деятельности в прошлом, карму, а кто-то воспринимает, как послание от Радики, что вот это урок любви, принятия, смирения, какого-то вот, то есть это от неё при это, то есть каждый, исходя из своих отношений. А, что ты филоскар? Так, мне кажется, Радачи Ран Прабу вернулся. Yes, Радачи Ран Прабу is back. Yes, да, просто у нас электричество часто пропадает. То есть получилось так, что интернет… То есть в моём случае получилось так, что мне не хватало контакта с Божественным… He's saying that in his case, he's continuing his story, he's saying that in his case, he didn't have enough connection with divinity because of many-many different sevah Rudev had given him. He was Божественным через Гайетри, через Харинам. Но при этом я обнаружил, когда у меня такая возможность появляется, это как высушить дрова. Когда дрова сухие, они вспыхивают сразу же. Когда такая возможность появляется, чувство вспыхивает. «Сегодня у нас не было утреннего чтения, и я повторил и свои Гайетри, и на пальцах, и на чётках, и Джава повторил. И когда я пришёл на Арати, произошло то, что означает Арати, а рада, которая приводит к рождению Рати, чувства». И он говорит, что это как процесс дрова с дровом для того, как раздражения. Если у вас нет времени, то что такое, то есть, и горькость-магазина. Он говорит, что сегодня было нечётно рождение Ради с Гурадев, что он утренал время, он утренал, и он утренал, и утренал, и утренал. И когда он при этом Арати, он приезжал, и он не слышал во время арати Чувственное наслаждение — это все равно, что взять и полить водой свои дрова. Те дрова, которые нужны для яги. Яги же означает разжечь огонь в сердце. И сердце — это как разжечь огонь в воду, которые нужны для яги. Потому что яги же означает, что мы хотим улучшить огонь в наш сердце. В сердце. И когда человек занят, предный занят служением, у него нет времени для чувственного наслаждения. И его дрова становится сухим к соприкосновению. И когда он дрова, он занимается сухим кем-то, он занимается сухим кем-то, и он не имеет времени для сухим кем-то. То есть, он дровит его дров. И когда он дровит его дров, он дровит все эти практики. Так же я пришел к выводу и пониманию, что с одной стороны должно быть служение, которое усиливает все вовритие. То есть, желание служить, чтобы в момент арати было желание служить, а не сосредоточенность на себе. А с другой стороны, и должно быть личное садана, то есть повторение джапа, гэта, он не был чувством из чувства долга. Он говорит, что с одной стороны, нужно делать много служения, чтобы сделать севавритие дров, чтобы сделать эти деревья дров, и с другой стороны, это не должно быть делать садана, делать харинам, и гайатри, это не должно быть рутинно, не должно быть ритуал. То есть, если нет баланса между служением и своей духовной практикой, то в севе, в служении, в практическом служении, не будет хватать глубины, не будет хватать чувства, и тогда это может превратиться просто в долг и причину появления гнева. Причину появления гнева во время сева? Да. Потому что сева только тогда… Поэтому если нет баланса между сева и садана… Если нет баланса, сева может быть… Вы можетеình average чувствовать negативное чувство за себя, сколько рельсы, anger и другие чувства. я говорю сам English если not enough your own sadhana if not enough going deep to the feelings divine feelings then what will be during Seva can convert to routine and it will be feeling as a duty and because of this angerness will come angerness will destroy your service what is why must be balanced between your own what our sugar death is telling jiva doya means your jiva must receive doya first of all otherwise how you can do something out of your heart out на русский пожалуйста то есть я сейчас просто да я сейчас повторял просто пытался потому что я вижу что у гранида махи не получается если нет баланса между собственной духовной практикой как шилбурда говорит jiva doya прежде всего означает дать своей jiva doya милость то есть получить соприкосновение с божественным напитать душу без этого служение вовне то есть то есть снаружи вот будет превращаться в рутину в долг и причину появления гнева который вот это то что я пытался сказать это все рады рады но гасево и у вас не оставалось времени на гайдри на хоринам на садану и это стало причиной почему вы стали чувствовать гнев рады-рады прошу прощения у меня тут звонок был я я правильно поняла то есть как это связано да 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 так вы правильно поняли то есть с одной стороны погруженность в внешнюю севу она помогает в момент саданы во время той же ары и повторения гайдри чтобы сильные чувства были чтобы они вспыхнули вот А с другой стороны, если нет баланса между внутренней саданой и внешним служением, тогда внешнее служение прекратится, оно превратится просто в карму, в рутину, в долг и в гнев. То, что хотел сказать, я закончил. Закончил, я не думаю, что стоит продолжать. Я прошу прощения, у меня просто какие-то настройки сбились, я теперь вас не слышу. Сейчас, секундочку. Я настрою, чтобы я вас услышала. Мне просто... Сунити Джей, can you continue to read? We could not hear you. Your mic is switched off. Oh, sorry. Yes, I was waiting for your permission. Sorry, 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 sorry. I just... It was a problem. Actually, my message was short, but because of problems of translation, it's come so long. Sorry. No problem. So, we come back to the Lila. Shimati replies, I saw this other girl myself. How could I have come under such an illusion, then? Then the suckers ask the maid servants if they understand what is going on. And the maid servants tell them that Shri Mati mistook her own reflection and Krishna's caused Duba's jewel for some other girl. Very interesting that the gopis, the suckies, asking these little manjaris, isn't it? So, they don't know everything. They don't know everything. It's clear that in some places only manjaris knows what happened. And in the private affairs of Swamini, they have more... Insight. Yeah, we have this normal... I don't find the right word. Expertise. They have more expertise and inner knowledge than the suckies. Otherwise, they will not ask them. They said, look, how it is incredible. They can't understand what happened. They can't understand what happened. They can't ask them. They can't understand what happened. And look how Radikino's servant have a lot of expertise. That they ask, what happened. They can't understand what happened. Смотрите, Сахи, они не знают всего, это же удивительно. То есть Сахи, они не могут понять, не знают. Но они спрашивают Манжари, потому что те являются частичками Ратики, ее тенями. Поэтому они точно знают, что с ней произошло, поэтому они спрашивают у них. Когда Сахи услышали это, они очень обрадовались. Они отвели Свамини назад к Шемасундаре и создали очень много волн смеха с ними. Подобные рыбкам сердца служанок блаженно наслаждаются плаванием в этих волнах. Извините, Радачарян Прабу. Здесь в чате пишут, что не очень было понятно, потому что, во-первых, у вас прерывался интернет. Ну и, в общем, я тоже не слышала, потому что у меня был... Вы можете, вот, кратко, мне кажется, это очень важная была мысль. Ее просто более кратко, потому что интернет в Мунгер-Мандире, он такой вот, он прям прерывается. И просто, чтобы все поняли и, ну, эту мысль приняли. So I'm asking Радачарян Прабу to maybe to say again this thought, because in chat devotees are saying that they cannot catch idea because of internet interruptions and all these things. Maybe he will say again in brief, briefly, more brief. То, что я хотел поделиться, что когда предный слушает Харикадху, он вдохновляется на служение. Он хочет как-то практически порадовать духовного учителя своего штадеута, вайшнау, собрать милость, чтобы двигаться по этому пути к своему штадеуту, к служению к нему. He's saying that, listening to examples of service in Katha, devotee, he's inspired to serve also to his gurudev, to his tishtadev, and it's nourishing his practice. Они берут на себя ответственность в служении. Это то, что я видел, как это произошло со мной, происходит, как это происходит с другими. И если при этом нет баланса между вот этим служением и собственным соприкоснением с божеством, то есть собственной садной, тогда сложности возникают. И он говорит, что если нет баланса между северами и садной, садной, то северами может быть не баланс, и не позитивно. Sorry, Господи, Мухини, our speaker не работает сейчас. Нитиджи, please continue to read. Нитиджи, please, не может быть. Неет, но неет, but it's what I taught. Yes, it's wonderful, but it's the... Everything is under control. I mean, the verse is now complete. I have one question. The last was the fish like hearts. Is there anybody who has an idea what is the meaning of fish like hearts? И, значит, стих закончен, да, но у Гаура Сундара Прабу говорит, у меня есть вопрос, в последней строчке говорится подобные рыбкам, сердца служанок блаженно наслаждаются плаванием в этих полнах, и он спрашивает, какие сердца можно назвать подобные рыбкам, что это значит? Его вопрос, пожалуйста, поделитесь, Может, Дамодар Прабу, может быть, вы поделитесь, что вы чувствуете? Yes, Дамодар Прабу, your heart is always swimming and your head is always swimming, so tell us about swimming. Про плавание говорит, расскажите, вы всегда плаваете, мы видим это. Расскажите, пожалуйста, про сердца, который плавает. Я хотел аналогию провести с предыдущим утверждением, а потом вернуться к рыбкам. Мне очень понравилась сама идея, она антологическая, идея божественности и препятствий. Мы забываем, мы прикрываемся идеей какой-то обособленности своих поступков, идеей кармы и не видим за этим божественной причины. И есть аналогия, очень хорошая аналогия, как мне кажется. Это переплавка золотоносной руды. Когда берется камень, камень с вкраплениями, золотыми вкраплениями. Помещается в огонь. Когда они берут минерал, с какой-то болт внутри, и ставят его в огонь. И под воздействием огня золото вытекает. И под воздействием огня золото вытекает из этих минералов. Мы вас не слышим, у вас закрыт микрофон. У меня почему-то переключился телефон. И вот это золото – это наша суть. То, чем мы не являемся – это камень, это шлак. А температура – это среда. И эта негативная среда, она антологически служит всегда только одному – выплавлению золота. Мало того, после выплавления золота процесс не заканчивается. Золото продолжает находиться под влиянием этой негативной среды высокой температуры. Оно бурлит, кипит. И все вкрапления переходят в состояние оксидов, все другие металлы, которые там присутствуют, все другие элементы. Переходят в состояние оксидов и тоже становятся шлаком. И все исправления золото, все другие части других металлов в этом золото, они также выходят из этого высокой температуры. И мы получаем абсолютно чистое золото 999 пробы. Абсолют почти. Поэтому все препятствия, которые мы получаем, как Радхич Ран сказал, они служат усилению жажды. Это их антологическая ценность. Это их божественная природа. Как в духовном, так и в материальном смысле. Здесь нет никакого зла, живущего злом отдельно от божественного. Здесь все является божественным инструментом нашего совершенствования. Совершенствования. И теперь о рыбках. Есть три вида рыбы. Есть рыбы, которые плавают в океане и ничего не знают о воде. Есть рыбы, которые плавают в океане и ищут воду. Что же такое? Где вода? Где вода? Я слышал, что есть вода. Я слышал, что где-то есть вода, но где она? Где вода? А есть вода? А есть третий тип рыб. Это рыбы, которые знают, что вода повсюду. А есть третий тип рыб. Это рыбы, которые знают, что вода повсюду. Вода вокруг них есть вода. И внутри и снаружи. И внутри и снаружи. Это вода внутри и внутри. И в нашем случае манджари, они переживают то, что и с вами не внутри. И видят это снаружи. И видят это снаружи. И видят это снаружи. И видят это снаружи. И эти маленькие рыбки, сравнение их. Маленькие рыбки, плавающие в океане Премы. Потому что они целиком и полностью ощущают себя в океане ее Премы. И эти манджари, эти манджари, они как маленькие рыбки, которые постоянно спутят в океане Премы. И они чувствуют это внутри и внутри. И видят их внутри. Рады, Рады. Рады, Рады. Рады, Рады. Одевки там пишут, отвлекают. Я начинаю считать. Вы говорите, покажите нам свой прекрасный лик. И скажите это. И будут сказать, что так лучше будет. Я тоже начинаю читать и сразу теряю. Давай, Радхараман, давай, 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 начни говорить. Он просит Радхараману говорить, потому что он пишет в чатах, и я читаю, и я потеряю идею, потому что он поделает очень хорошо, и мы хотим его говорить, чтобы показать себя. Радхараман. Радхараман, вас не слышно. Радхараман, включи микрофон, у тебя микрофон выключен. Радхараман, я присоединяюсь ко всему, что сказал дорогой Домодарыч полностью. Это абсолютно созвучно с моим видением сердца. Нет ничего, что было бы отделенным и независимым от воли свами. И свами, она всеблагая. Это переведение, не домашняя. Радхараман Прабу, который сказал, что я полностью согласен и согласен, что Домодар, который уже сказал. И для меня тоже, я чувствую, что нет, что нет, что у нас свамини, there is nothing but her, inside and outside. Те препятствия, которые в этой, на уровне сада Кадесии к нам приходят, болит только ложное эго. И оно болит только лишь потому, что свами не дает нам уроки, дает такие ситуации, с помощью которых мы можем избавиться, вылечиться от негативного самоотождествления, неправильного самоотождествления. Только для этого она полностью всеблагая. Она не сделает ничего того, что было бы для нас негативным. Она говорит, что свамини, что свамини, что он из-за нас мастерства, что она most kind и любим, и она не может сделать что-то, что-то хорошее, и все же иначе, что-то, что-то хорошее, это было бы для нас, что не было нас, что-то, что-то из-за нас. Она поправила себя, она воспринималась, concept of our self and everything is her lesson for our sake, for the sake of our eternal ego, like clarifying yes, she's taking out our real and she's purifying from our illusory concept of self только желание быть независимым создает в нас иллюзию того, что в этом мире есть какие-то события, которые независимы от воли свамини and only our desire to be independent makes us see something separate from her мы миллионы жизней в обусловленном виде находились в этом состоянии сознания и исторически присутствующая в нас даже на уровне остатков этого умонастроения мешает нам видеть во всем присутствии желание и 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 We are in this mood of separation, yes, to take separate from Radhika, take all that is happening, separate from her and even now we have some parts of this consciousness still in us that were separating what is happening with us and taking as a negative. Радика проявляет все творение с единственной целью служить Господину ее сердца, служить Кришне. Абсолютно все, что мы видим в духовном и материальном мире, проверено ей для того, чтобы явить расу взаимоотношений с Ним. Ничего независимо от этой причины. И все, что нас окружает, это есть не что иное, как инструменты, которые созданы ей для того, чтобы служить Кришне, для того, чтобы явить эти отношения. Как на уровне объектов, так и на уровне ситуаций. Все ситуации не являются независимыми. Это воля, милость с вами, чтобы в конечном итоге мы стали частью ее желаний, полных желаний, действовали согласно своей группе. И все окружающее нас мы должны использовать согласно воле свамини, использовать для служения, не для собственного наслаждения. И все, что в окружении нас, мы должны взять как возможность ведать, как возможность дать Радика, не для собственного вам, не для собственного желания. В этом начало совершенства. Это начало совершенства. Спасибо, что вы это сказали. Рада радоваться вас, рада видеть. Взаимно, рада радоваться. Раз был слышать каждое слово, каждый слог. Спасибо, дорогой, спасибо. Очень порадовал ты меня, очень. Рады радоваться. So beautiful, so beautiful, so many beautiful answers. And after all this, I got also the answer. For this, what is meaning fish-like heart. What means, sorry, Gaurasundra, what means Krishna, what? Fish-like, fish-like heart, that was in the beginning. I got the answer now by all explanations of you, so nice. By your inspiration. Now it's clear for me. И Gaurasundra говорит, спасибо вам большое, что поделились. Теперь я вдохновился от вас, услышав ваши ответы. И я хотел бы, да, для меня эта концепция прояснилась. Что же такое, вот эти подобные рыбкам, сердцам. And I like to bring it only in a few words. It's easy. В нескольких словах это выскажу. Here we read the fish-like heart of the maid servants blissfully enjoy swimming on these waves. Мы здесь прочитали в комментариях, что подобные рыбкам сердца служанок блаженно наслаждаются плаванием в этих полнах. So that means, who is the real expert of swimming? It's a fish. Кто настоящий специалист в плавании? Конечно, это рыба. And who is the real expert in swimming, in feelings? А кто настоящий эксперт в плавании, в чувствах? These are the manjaris. Это manjaris. And it is like, there is no better expert in swimming than a fish, in swimming in the water than a fish. So similar, there is no one who can, who is able to swim in the feelings better than the manjaris. И так же, как нет у лучшего эксперта в плавании, чем рыбы, так же нет лучших экспертов в чувствах с вами, чем у ее служанки, чем manjaris. Right? Right. This book is the evidence. Да, да. Да. Да, да. Да. Yeah. Thank you, thank you so much.